Убийство – страшный грех Поскольку убийство является столь тяжким грехом, Всевышний Аллах сказал «По этой причине мы предписали сынам Исраиля, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот как будто убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот как будто сохранил жизнь всем людям». Сура Трапеза, аят 32 У многих людей это вызывало вопросы, и они сказали «Но ведь известно, что грех убившего сто человек более тяжек пред Аллахом, чем грех убившего одного человека». Они говорят так, потому что думают, что подразумевается подобие в тяжести греха и наказании. Однако сама фраза не указывает на это, и уподобление чего-то чему-то вовсе не предполагает абсолютного соответствия всего, того, что имеет отношение к одному, всему, что имеет отношение к другому. Всевышний Аллах сказал «В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь после полуденные часы или утра». Сура вырывающие, аят 46 Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. «Многобожники спрашивают тебя, о посланник, издеваясь, когда же наступит час, которым ты угрожаешь им? У тебя нет никакого знания об этом. Оно есть только у Всевышнего Аллаха, а твое дело — предупреждать о судном дне тех, кто страшится его. В тот день, когда они увидят наступление часа, им покажется, будто они провели в земной жизни лишь столько, сколько проходит от полудня до захода солнца, или от восхода солнца до полудня. Так ужасен будет час. Тафсир Муясар И Всевышний Аллах сказал «В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь час дня» Сура пески, аят 35 А это не означает, что они на самом деле пробыли в этом мире именно столько. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Кто совершил вечернюю молитву Иша с общиной, тот как будто выстаивал молитву половину ночи, а кто совершил еще и утреннюю молитву, фаджр, с общиной, тот как будто выстаивал молитву всю ночь». Передали муслим от Тирмизи. Еще лучше выражают этот смысл слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, кто постился весь Рамадан, а потом еще шесть дней в Шаввале, тот как будто постился весь год непрерывно. Передал муслим. А также слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, кто прочитал «Скажи, он Аллах единственный», тот как будто прочитал треть Корана. Передали муслим от Тирмизи Ахмад. При этом известно, что награда за приравниваемое действие неподобно награде за действие, к которому его приравнивают. Если бы награда была одинакова, то совершающему вечернюю и утреннюю молитвы с общиной не было бы смысла совершать добровольные ночные молитвы, ведь они не приносили бы ему ничего, кроме усталости и утомления. Не даруется рабу Аллаха после веры ничего лучшего, чем понимание сказанного Аллахом и его посланникам, мир ему и благословение Аллаха. Это милость, которую Аллах дарует кому пожелает. Кто-то может сказать, мол, в чем же тогда подобны убившие одного человека и убившие всех людей. Они похожи в следующем. Во-первых, они оба ослушиваются Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, противоречат его велению и заслуживают его наказание. И каждый из них навлекает на себя гнев Аллаха и его проклятия и заслуживает пребывания в огне. И каждому уготовано великое наказание, хотя тяжесть этого наказания различается, ведь грех того, кто убил пророка, а также справедливого правителя или ученого, призывающего людей блюсти справедливость, не подобен греху того, кто убил обычного человека, не обладающего подобными особенностями. Во-вторых, оба убийцы заслуживают казни в качестве воздаяния за свое преступление. В-третьих, оба они дерзнули пролить запретную кровь, а ведь тот, кто погубил душу без права, просто для того, чтобы сотворить нечестие на земле или ради захвата имущества убитого, способен убить любого человека, который окажется в его власти и которого он сможет убить, и он таким образом враждебен по отношению ко всему роду человеческому. К тому же убийцей, нечестивцем, притеснителем и ослушником называют и того, кто убил одного человека, и того, кто убил все человечество. Кроме того, Всевышний Аллах уподобил верующих в их взаимной любви и милосердии друг к другу, единому организму, так что, когда один орган болен, все тело отзывается на это лихорадкой и бессонницей, передали Аль-Бухари муслим. И если убийца уничтожает один из органов этого тела, то он как будто уничтожил и все остальные части этого тела, причинив боль всему телу. Причинивший вред одному мусульманину, как будто причинил вред им всем, а кто причинил вред всем верующим, тот как будто причинил вред всем людям. Ибо поистине, Аллах оберегает людей из-за верующих, которые есть среди них, а причинение вреда одному из них подобно причинению вреда всем вообще. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто бы ни был убит несправедливо, без права, первый сын Адама непременно понесет часть ответственности за это, потому что он положил начало обычаю убивать людей», передали Аль-Бухари муслим. Ничего подобного не было сказано о первом прелюбодеи, первом воре, первом употреблявшем опьяняющие напитки. И это при том, что первый предававший Аллаху сотоварищей, возможно, больше заслуживает того, чтобы сказать о нем подобное, чем первый убийца, потому что он был первым, кто положил начало предаванию Аллаху сотоварищей. Именно поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел, как Амар ибн Люхай подвергался величайшему наказанию в огне, ведь он был первый, кто изменил и исказил религию Ибрахима. Всевышний Аллах сказал, «И не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это». Сура корова, аят 41. То есть, «А иначе за вами последуют в этом другие, и их грех ляжет на вас». То же самое можно сказать и о том, кто положил начало скверному обычаю, которому другие люди стали следовать. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «В судный день убитый приведет убийцу, держа его за чуб и за голову, а из вен убитого будет сочиться кровь, и он будет говорить, «Господи, спроси вот этого, за что он убил меня». Ибн Аббасу сказали про покаяние, и он прочитал этот аят. «Если же кто убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно». Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Сура женщины, аят девяносто третий. А затем он сказал, «Этот аят не был ни отменен, ни изменен, так какое ему покаяние?» Передали Ат-Тирмизи, Анна-Саи, Ибн Маджа, Ахмад. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. «Если кто-то покусится на верующего и убьет его умышленно, не имея на то никакого права, то воздаянием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно, и Всевышний Аллах будет разгневан на него и прогонит его от милости своей, если воздаст ему за его грех. И Аллах уготовает ему великое наказание за совершенное им ужасное преступление. Однако Всевышний Аллах прощает и проявляет снисхождение к верующим, избавляя их от вечного пребывания в гиенне». Тавсир Муясар. По словам Ан-Навови, это одно из двух мнений, передаваемых от Ибн Аббаса. Согласно второму мнению, покаяние убийцы может быть принято, и он может быть прощен. Таково мнение всех приверженцев сунны, сподвижников, их последователей и более поздних ученых. При этом в приведенном аяте нет указаний на то, что убийца останется в огне навечно. Из этого аята следует, что таково воздаяние за это страшное преступление, однако он вовсе не обязательно этому наказанию подвергнется. По словам Ибн Джарира, смысл аята таков. Воздаянием за это преступление действительно является вечное пребывание в огне. Однако Всевышний Аллах проявит снисходительность и благоволение к верующим в Него и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, и не воздаст им вечным пребыванием в огне. Тухфат Аляхвази. Нафи рассказывает, что однажды Абдуллах ибн Омар посмотрел на Каабу и сказал, «Каково величие твое и твоя святость и неприкосновенность, а неприкосновенность верующего больше пред Аллахом, чем твоя неприкосновенность», передал Эт-Тирмези. Джундаб сказал, «Первое в умершем человеке, что начинает разлагаться, источая зловоние, это его чрево, и кто из вас сможет не есть ничего, кроме благого, пусть так и делает, и кто из вас сможет сделать так, чтобы его не удерживало от входа в рай горстка пролитой им крови, пусть так и сделает», передал Аль-Бухари. Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Верующему будет просторно в его религии до тех пор, пока он не прольет запретную кровь», передал Аль-Бухари. Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, также сказал, «К трудным безвыходным положениям, в которые может поставить себя человек, относится и запретное, недозволенное кровопролитие», передал Аль-Бухари. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает следующий хадис, возводя его к пророку, мир ему и благословение Аллаха. «Поношение мусульманина – нечестие, а сражение с ним – неверие», передали Аль-Бухари муслим. «Поношение названо нечестием, потому что это серьезное отклонение от покорности Аллаху. Поскольку сражение – более тяжкое преступление, нежели поношение, ибо оно может привести к гибели, то, чтобы охарактеризовать его, было выбрано более суровое определение. При этом не имелось в виду неверие, выводящее из религии. Это деяние было названо неверием, дабы подчеркнуть и усилить предостережение». Фатх Аль-Бари. «И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не становитесь после моей смерти неверующими, которые рубят друг другу головы», передали Аль-Бухари, муслим от Тирмизи. «И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Кто убьет человека, которого связывает с мусульманами мирный договор, муахат, тот не почувствует благоухание рая, а благоухание его ощущается с расстояния в 40 лет пути», передал Аль-Бухари. «Таким будет наказание того, кто убил недруга Аллаха, находящегося под его покровительством. Так что можно сказать о том, кто убивает его верующего раба?» Если женщина вошла в огонь из-за кошки, которую она держала в заперти, пока та не издохла от голода и жажды, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел, как в огне кошка эта царапала ей лицо и грудь, то что говорить о наказании, ожидающем того, кто подобным образом удерживал ни в чем не повинного верующего человека. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине исчезновение этого мира имеет меньше значения для Аллаха, чем убийство верующего без права», передали Аннасаи, ибо Маджа, от Тирмизи. «А ты би сказал, мир этот — ближняя обитель, мост к миру вечному и Нива для него, и небеса и земля созданы лишь для того, чтобы их созерцали взоры, и они служили местом поклонения для покорных, и указания на это содержатся в словах Всевышнего и размышляют о сотворении небес и земли, Господь наш, ты не сотворил это понапрасну». Сура семейства Имрана, аят 191. «То есть, без смысла, но ты сотворил их для того, чтобы они служили местом для жизни тех, на кого ты возложил религиозные обязанности, и как знамения, помогающие им узнать о тебе, и пытающиеся убить того, ради кого создан этот мир, как будто пытается уничтожить и сам этот мир». Тухфаталяхвази. Субтитры создавал DimaTorzok